Кошки были одомашнены примерно 9 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. В это время люди начинали заниматься активно сельским хозяйством и нуждались в защите от грызунов. 8 августа принято отмечать Всемирный день пушистых. Цель праздника – не только чествование животных, но и напомнить о проблеме бездомных кошек. Этого кота Елена Кочеткова подобрала на улице год назад. Женщина вспоминает, тогда ему было всего 4 месяца. Маленький серый комочек смотрел так преданно и нежно, что у Елены сразу ёкнуло сердце. А тот факт, что в квартире уже живёт кот по кличке Котик, ничуть не смутил. Первая встреча, когда мы только принесли маленького, конечно, было что-то. Потому что старший кот решил показать, что он хозяин квартиры. Он сначала так вздыбился, подошёл к переноске. Но потом смотрит, вроде что-то маленькое и безобидное. Он такой, ну ладно, заходи. Питомца назвали малыш. Елена признаётся, он скромный и очень послушный. Однако иногда в нём просыпается настоящий охотник. Если питомец увидит за окном голубя, будет караулить птицу весь день. Котика хозяева взяли из приюта. В доме пушистый сразу облюбовал подоконник и верхний этаж кошачьего дома. Здесь он отдыхает и наблюдает за порядком. От его зоркого глаза не спрячешься. Как говорится, комар не пролетит, мышь не проскочит. Даже игрушечная. С ней питомец обычно спит. Однако не всё коту масленица. Котик и малыш не испытывают восторга, когда у них вычёсывают шерсть. Расчёсок много, а удовольствия мало. Однако минуты кайфа всё-таки случаются. Но есть вот такая чудесная расчёска. Эта часть кошкам очень нравится, потому что она похожа на язык. И они прям с большим удовольствием ей чешутся. Мы её используем для того, чтобы вычёсанную шерсть было удобнее собирать. Кошкам Елены повезло. В их рационе есть сухой и влажный корм. А вот пить воду питомцы не очень любят. Но хозяйка нашла выход. Купила поилку в виде фонтана. Друг с другом животные отлично ладят. Они привыкли всё делать вместе. Лежать на подоконнике, играть и даже спать. Причём с хозяевами. Специалисты отмечают, присутствие кошки рядом человеку только на пользу. Ведь они прекрасные психотерапевты. Уже было проведено много исследований на взрослых и на детях. Снижение тревожности. Люди, которые страдают депрессией, они помогают с ней справляться. Те, кто на пороге получения такого симптома, они помогают его отсрочить, либо вообще не получить. И когда мы с вами гладим наших любимых кушистиков, прежде всего это выработка самого главного гормона счастья – это эндорфины. Не зря кошки становятся героями сказок, былин и мультфильмов. А у разных народов существует множество поверья и примет, связанных с кошками. Самые распространённые – что кошки проживают несколько жизней. А ещё могут интуитивно определять намерения пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События.